Пять лет назад к китайским мотоциклам буквально никто не относился серьезно. Все понимали, что скорее это какой-то феномен, который вот-вот закончится. При выборе мотоцикла парни скорее выбирали старого японца, чем нового китайца. Сейчас все абсолютно поменялось. Сейчас китайцы создают конкуренцию Газгазу, КТМ, Хускварни, в гонках 100% эндуро, частенько занимают педесталы. И я вам должен сказать, что не имеют фактически технического ограничения, если вы умеете ездить на мотоцикле, то вы также неплохо будете выступать и на китайском мотоцикле. Прошло пять лет, и за это время, конечно же, мы все с вами начали по-другому немножко смотреть на китайские мотоцикле. Но что там с надежностью? Вот этот вопрос всегда волновал всех абсолютно парней, которые только выбирают свой первый мотоцикл. Но мы решили разобраться с Палухой. И мы попросили вас, наших дорогих зрителей, в нашем телеграм-канале, чтобы вы рассказали нам, что случилось с вашими китайскими эндуро-мотоциклами за 300 моточасов плюс. Что с ними происходило? Какие были поломки? Насколько они надежные? И вот это все вы поскидывали нам. Спасибо большое, ребята. И в этом выпуске мы будем показывать именно таких людей, которые своими словами будут рассказывать о том, что случилось с их мотоциклами за 300 плюс моточасов. Привет, канал Всевэндуро. Меня зовут Андрей Ить. Меня зовут Ахтем. Я вот с деревни Арпад. Это рядом с Судаком, 30 километров. И специально для Всевэндуро. Я всем привет. Меня зовут Андрей, воротомц. Меня зовут Владислав. Я из города Ростов-на-Нуму. Друзья, привет. Меня зовут Виктор. Я из города Риндюка. Всем привет. Меня зовут Олег. Я из Крыма, город Симферополь. Вот мотоциклы Титан или Райберс Микс. Тут я накатал более 400 моточасов. Конечно, мы попросили и более-менее именитых блогеров высказаться на эту тему. Парней, которые занимаются ремонтом этих мотоциклов. Что они скажут про это все? Я являюсь владельцем мотосервиса уже несколько лет. Наш главный механик Максим Игоревич сталкивался уже с множеством различных моторов. А главная задача, которую мы с Павлухой перед собой поставили, чтобы после просмотра этого видео вы сами создали у себя картинку. И если вдруг вы сомневались в покупке китайского мотоцикла, то либо мы вас отговорим, либо наоборот, собственно, вы поймете, что действительно можно это покупать как первый, второй, третий мотоцикл. Приятного вам просмотра. Но мы начинаем. Феномен русского китайского мотоцикла, которого мы с вами сейчас имеем, прижился благодаря, на мой взгляд, нашим большим компаниям, которые стали дилерами этих китайских мотоциклов. Они привозили, действительно дорабатывали, что-то с ними делали, давали нашим спортсменам, давали возможности, поддерживали гонки. И вот сейчас мы с вами имеем то, что имеем. Мы заставили, фактически, китайцев сделать, ну, более-менее адекватные какие-то мотики. Мы подтащили вот эту индустрию и все немножечко наверх. Мы. Рынок в России, я имею в виду. Так вот, когда Черняеву дали этот китайский мотоцикл, там, если я не ошибаюсь, 5 лет назад, и он показал, что он может этот мотик ехать, то все мы, парни, которые смотрят на лидеров мнения, с удовольствием начали его покупать и тоже пытаться что-то с ним сделать. Сейчас огромное комьюнити, которое ездит на китайцах. Ну и, собственно, представьте себе, я не могу себе представить, что 300 плюс моточасов это вообще только начало-начал. Я видел мотоциклы, которые проехали и 800, и 1000 моточасов. Давайте послушаем несколько человек, которые на этот счет имеют свое мнение. Мы с тобой прекрасно знаем, что парни из Мото уже много лет собирают обычные китайские мотоциклы на своей фабрике в Подольске и делают из них поистине гоночными. Как это происходит? Приходит контейнер с мотоциклами, они его берут, полностью разбирают мотик, промазывают, потому что у них есть огромный гоночный опыт, переделывают некоторые конструктивные особенности и создают тебе действительно мотоцикл, на котором можно участвовать прямо с коробки в гонке. Но сейчас они пошли дальше. Они взяли и создали настоящий гипермаркет китайских мотоциклов. То есть все модели китайских мотиков, такие как, например, FX Moto, Progassi, Adjero, ну в общем, все самые популярные мотики, которые сейчас есть, они, помимо того, что сделали обзор на них, я вам оставляю ссылочку, важно, взяли вот это вот просто море коробок, берут, достают и делают тебе мотоцикл качественно, доступным. Ну а главное, такой, на котором можно сразу участвовать в гонках. Что это дает? Это дает тебе возможность не чинить китайский мотоцикл, а сразу на нем ездить, путешествовать или гонять. Поэтому ссылочку на парней из M-Moto я, конечно же, оставляю вот здесь. Ссылочку на их YouTube-канал, где можно посмотреть, как они это делают. Ну а главное, маленькие обзорчики про эти мотоциклы тоже оставляю под этим видео. Спасибо большое, что досмотрели до конца. И помните, не важно, какой у вас китайский мотоцикл, важно, где вы его купили и кто его собирал. Привет, канал Севендура. Меня зовут Андрей Ить. Я являюсь владельцем мотосервиса. Уже несколько лет мы собираем, обслуживаем, продаем китайские эндурмотоциклы, а также к нам частенько приезжают и ребята на породистых байках. И Кирюх обратился ко мне с вопросом, с просьбой рассказать свое мнение по поводу ресурса, по поводу предназначения и вообще этого феномена китайские эндурмотоциклы и породистые байки. Неважно, к ним относятся там и КТМ, и Хускварны, и Газгазы, и Шерки, и Беты, и все, что очень дорого и очень спортивно. За несколько лет работы в сервисе я обслужил, наверное, не одну сотню мотоциклов и у меня сложилось свое собственное мнение. Заранее попрошу на меня не обижаться владельцев китайских байков, но для того, чтобы ответить на этот казалось бы простой вопрос, я хочу привести вам пример, на котором мы можем базироваться и делать выводы по поводу того, для чего, почему и с чем это едят. Давайте на минуту представим, что в вашей конюшне находятся два коня. Но один из них это обычный деревенский конь, во втором это породистый спортивный скакун. Казалось бы, визуально они оба одинаковые и человеку со стороны даже может показаться, что разницы между ними нет. Но когда мы говорим о сервисе, о спорте, о стоимости обслуживания и содержания, конечно, это две разные планеты. Точно такая же история, если мы говорим про условно КТМ, условно мотоциклы, относящиеся к дорогостоящей спортивной технике и китайские мотоциклы. Итак, что касается ресурса. На моей практике встречал в сервисе на обслуживание мотоциклы воздушного охлаждения с пробегом тысячу моточасов на родной ЦПГ. и водяные двигатели, водянки в простонародье там 177, 182, 174 двигатели и их модификации разнообразные. Пробеги были от 600 до 800 часов. Больше не встречал, но слышал, что ребятки катают. Собственно, у меня лично был мотоцикл на 177 двигателе, я его купил из подгонщика, в принципе, проехал 600 моточасов и продал, никаких претензий к ЦПГ у меня не было. Подозреваю, что такой высокий ресурс и такие большие цифры базируются на том, что китайские двигатели, они изначально задушены, мощность у них невысокая, и за счет этого ресурс как бы очень сильно вырос. несравнимо, конечно, больше ресурс, чем у спортивных мотоциклов, потому что и разница в лошадях, разница в динамике абсолютно существенная. Если брать за основу два абсолютно новых мотоцикла и обслуживать их по одному регламенту, то, конечно, разница в стоимости владения содержания будет огромная. Условно говоря, мы купили новый КТМ, за чуть больше миллиона рублей, и мы должны заливать туда масло, которое у нас рекомендует завод-изготовитель. Если это масло, условно говоря, Моторекс, то стоимость его литра точно не скажу на сегодняшний день, но давайте плюс-минус 2-2,5 тысячи рублей. Стоимость литра масла на китайский мотоцикл у нас может быть 500-600 рублей. То же самое касается и расходников. Если мы покупаем на подвеску комплект сальники-пыльники в IP, они могут стоить 3,5-4 тысячи рублей. Можно, конечно, подешевле найти, но средние цены вот такие. Что касается китайских подвесок, мы можем найти набор сальников-пыльников за 1000 рублей, 600 рублей, 800 рублей. Если мы вообще пойдем на китайские сайты, какие-нибудь Алиэкспресс, еще дешевле, можем заказать несколько комплектов за 1000 рублей. И отвечая на вопрос Кирилла, стоимость владения, сроки, ресурсы китайских мотоциклов, я думаю, здесь навряд ли кто-то ответит вам. Конечно, есть основные принципы, это, естественно, Европа валит, Европа сделана для спортсменов, она значительно отличается по качеству, у нее есть четкий регламент, где мы должны обслуживать. С Китаем все попроще, мы можем что-то не поменять вовремя, на что-то не обратить внимание, но цена ошибки как бы будет не такой большой, если мы этого не сделаем на Европе. Поэтому, покупая эндуро-мотоцикл, вы должны четко понимать, что это все-таки удовольствие, мы не должны покупать мотоцикл на последние деньги, потому что покупать КТМ в кредит и ставить на него китайские запчасти, я считаю, это извращением. Давайте покупать технику, которую мы сможем содержать и обслуживать, и тогда она будет отвечать вам надежностью, взаимностью и дарить вам эмоции. Самое главное, парни, это отношение вас к вашей технике. Китаец может дать вам шанс, может дать вам возможность, но опять же, у него есть свой предел, и вы должны четко это понимать. Также по российским гонкам в прошлом году китайский воздушный мотоцикл финишировал в золоте гонки 100% эндуро. Конечно, везде есть нюанс, трасса была сокращенной, был сильный дождь, но опять же, желание владельца этого мотоцикла проехать и финишировать было настолько огромным, что это смог сделать. Но если сравнивать два мотоцикла Европу и Китай, вы финишируете в одном классе на европейском мотоцикле и у вас есть еще силы, настроение, чтобы его отремонтировать, чтобы следующий день гонку поехать, да и вообще поздоровывайся так, ну, как бы чувствуете себя не сильно убитой. Брать этот же класс, только на мотоцикле китайского производства, если это два абсолютно стоковых мотоцикла, не настроенных, то приехав на китайцы, проехав гонку, вы будете выжатым как лимон, просто у вас не останется сил, и вам нужно будет каждый день собирать себя, морально настраивать, физически готовить для того, чтобы вновь выйти на старт. Меня зовут Ахтем, я вот в деревне Арпад, это рядом с Судаком, 30 километров, и специально для всей эндуро мы снимем коротенькое видео по данному мотоциклу, на нем 400 моточасов, ну, идет речь про мототехнику, которая прошла больше 200 моточасов, и в общем мы расскажем про него, что ломалось, что хорошо, в нем что плохо. Моточасы, это оригинальные 434 моточаса, на этом мотоцикле как бы я не просто за хлебом езжу, он участвует в гонках, я на нем лошадей пасу, в общем, то есть многоцелевой мотоцикл, то есть достается ему по полной, то есть и Геленджик он проехал, и много разных других гонок, и до сих пор живой, сейчас мы расскажем, что здесь ломалось, что менялось, в общем, поехали. В общем, на данном мотоцикле у меня стоит второе сцепление, второй стартер, вторая обгонная муфта, и что у меня, обод мененный, обод покупал усиленный, то есть обода на нем гнутся, ну, можно ездить, но в харде, конечно, это, ну, как бы тяжело, и диску тяжело, и ровнять их тяжело. На данном моторе я вот проехал 400 с лишним моточасов, единственное, что в нем делалось, это клапана настраивались перед 100% эндуро 23-го года, и все, после того, как бы ничего не делалось, не вскрывалось, только максимум, что делалось, это сцепление менял я, там, подкидывал один диск, дополнительный, железный, и все, по мотору все, амортизатор я прокачивал, амортизатор родной, переднее колесо родное. Я тебя поздравляю, если ты затеял покупку нового мотоцикла прямо сейчас. Где взять, собственно, новый мотоцикл, так, чтобы тебя не обманули, так, чтобы была очень хорошая цена, чтобы мотивация не пропала. Конечно же, у нашего друга Ислам, мы сейчас находимся на его складе, прямо в Москве, посмотрите, все это в наличии прямо здесь и сейчас по цене, которая тебя очень сильно удивит. Кусквармы, КТМы, есть ПРО-версии, есть Харт Эндуро-версии, есть Секс Дэи, в общем, все для того, чтобы ты кайфовал прямо сейчас и не откладывал жизнь на потом. Главная цена, ребята, цена вас сильно удивит, но вот еще малыш, что смотрите, Старварк без проблем, вот он лежит в наличии, кстати, не так, как мне привезли тот раз. Ну, а главное, ребята, по промо-коду все в Эндуро, Ислам даст значительную скидку. Вот он, наш друг и товарищ, можете ему доверять, бывали у него и раз дома и знаем, где он живет, поэтому ответственность на себя берем. Исламчик, по промо-коду все в Эндуро, скидку обещай, 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 обязательно. Да? Меня зовут Владислав, я из города Ростов-Нодомод. Хочу вам рассказать про мотоцикл Регульмота Акваспорт. Я лично на этом мотоцикле проехал порядка 180 моточасов. После этого этот мотоцикл был передан в прокат и по сей день ездит. 345 моточасов у него сейчас на счетчике. 5630 километров пробег. Но это еще не все, потому что моточасы были установлены чуть-чуть, ну не сразу. И надо добавить порядка 20 моточасов. Тут примерно 360-365 моточасов у этого мотоцикла. По мотору, по мотору была поломка такая, как износился распредвал. Износился распредвал и мотоцикл работал, заводился, но при этом плохо тянул. Был заменен распредвал и теперь он нормально ездит. Я считаю, что это даже не капитальный ремонт, а просто какой-то косметический замен. Также была производилась замена масла в вилках, в перьях вилки, в амортизаторе заднем по регламенту. Но каких-то серьезных поломок у этого мотоцикла за весь период эксплуатации не произошло. Наш главный механик Максим Игоревич сталкивался уже с множеством различных моторов, проблем. в основном это внедорожные китайские мотоциклы, поскольку наша компания занимается именно этим. И про свой опыт с огромными пробегами на китайских моторах я уже рассказывал. Вот расскажи, пожалуйста, с какими проблемами обычно сталкиваешься, когда ремонтируем мотор? Вот четырехтактные моторы, такие средние по больнице, воздушки, водянки, что в них самое распространенное, с чем приезжают люди, если мотор уже сломался? Четырехтактные моторы китайские, они достаточно выносливые, достаточно выносливые при условии, если их нормально обслуживать. То есть, ну, разберемся просто, что у нас влияет на износ двигателя. Двигатель должен получать чистый воздух, и в нем должно быть масло, и хороший бензин, который соответствует октановому числу. Если вот эти как бы три составляющих присутствуют, соответствующий мотор будет работать. А давай дольше. Чистый воздух это горный или это не горный воздух? У каждого мотоцикла плохо, не хочет сниматься, есть воздушный фильтр. Вот мы на него смотрим, вот он должен быть таким, он должен быть чистым, не в пыли, и пропитанным специальной смазкой, специальной пропиткой для воздушного фильтра. пропиткой для того, чтобы он не просасывал через себя воду и пыль. Соответственно, это все питается, у нас двигатель питается, если про двухтактный будем говорить, то смесь бензина, воздуха и масла. Если про четырехтактный двигатель будем говорить, то смесь воздуха и бензина. Вот в этом воздухе, который подается в двигатель, не должны быть пыли, грязи и воды. Соответственно, если просасывает пыль через воздушный фильтр, у четырехтактного мотора, все это попадает через клапана в цилиндропрошневую группу. Первым делом сажаются клапана, соответственно, их зазоры уменьшаются, и вторым делом у нас идет износ всего двигателя. Что значит хороший бензин? Как понять? Бензин должен соответствовать октану, тот, который используется для данного двигателя. Пятый или какой? Ну, скажем так, не ниже 95-го я рекомендую. Кто-то говорит, что у меня прекрасный мотоцикл ездит на 92-ом бензине. Ну, ни для кого не секрет, что наши АЗС бывают, что подвержены. А в чем проблема? То есть там будет нагар, там будет сокот. Детонация. Детонация, то есть детонация будет гробить весь ваш мотор. То есть детонация не должна присутствовать. Ну, и главный третий пункт масло. И третий пункт масло. Масло должно быть чистое. Его нужно вовремя менять. Если у вас мотоцикл с, допустим, бумажным масляным фильтром, либо с сеткой, то, соответственно, тоже все нужно обслуживать. Если у вас 172-й мотор, в котором масляный фильтр из себя представляет центрифуга, а сеточка просто фильтрует масло между двигателем и КПП, то эту центрифугу тоже нужно обслуживать. Промывалу. Бензинчик. Да, промывать, разбирать, промывать. Это нужно делать не каждые 10 часов, допустим, но раз 50 часов. Я рекомендую это делать. Есть распространенное такое мнение по маслу, что если оно черное, то все, оно изношено. Не обязательно. Есть мнение, что масло в принципе не может быть не черным, потому что это его рабочее состояние. По маслу можно определить, сколько оно проехало? Или черное сливаем? Визуально тут зависит от марки масла. То есть вот эти присадки, которые работают, моющие присадки, они как бы тоже делают масло черным. То есть мы не можем визуально сказать. Для этого у нас есть простая вещь, как либо приборка, либо счетчик моточасов. С каким самым большим пробегом сталкивались в сервисе и были ли там проблемы? Ну к нам приезжало много мотоцикла с большим пробегом. Допустим 250 часов на воздушке это очень частое явление. Причем эти мотоциклы работали в прокатах, их обслуживали не пойми как. как бы замена ЦПГ, замена клапанов и он поехал дальше. Это дорогое удовольствие? Ну если говорить про работу относительно недорого. То есть это порядка там 10 тысяч рублей. А в круг обычно сколько обходится ребилд? В круг сейчас точно не скажу, там порядка допустим в зависимости от двигателя. это 177 двигатель, это 172 двигатель, там очень большая разница по ценам. Если допустим ЦПГ на 177 двигатель стоит 13-15 тысяч рублей, то на воздушку она стоит 6 с хвостиком. Поэтому очень сложно сказать. Плюс клапана. Есть такая тема, многие любят ездить по грязям, по болотам и по прочим интересным местам. У 4-х тактного двигателя есть сапун. Что такое сапун? Это отверстие, в которое вставлен шланг. То есть двигатель должен дышать, как любой механизм. Если через этот сапун наберет грязи или воды, соответственно это все попадает в масло и повышенный износ идет. За этими вещами тоже нужно следить. К нам приезжали такие двигатели, когда мы открывали и там была просто внутри глина. В общем, если подытожить, получается, что через фильтр не должен проходить песок и вода, через сапун не должно всасывать грязь и воду. Абсолютно верно. Масло должно быть заменено, топливо должно быть хорошее. Вовремя меняйте масло, следите за воздушным фильтром. Сапун, если вы ездите по грязи, у вас должен быть куда-то поднят как шноркель у квадроцикла, соответственно, в него не должна грязь попадать, ни вода. И у вас должен быть нормальный бензин, соответствующий октановому числу. Тогда ваш двигатель будет работать очень долго. Ну и самый такой вопрос, которым часто сталкиваемся в комментариях. Люди пишут, какого черта каждые 10 часов менять масло, это же буквально одни какой сервис интервал, откуда он взялся такой 10 моточасов? Ну он наверное пришел к нам от спортивной техники ближе. Тут нужно смотреть, есть диапазон, не обязательно там 10 моточасов, если ты используешь мотоцикл в лайтовом режиме, то я бы сказал, что можно и до 15 моточасов, хотя люди некоторые говорят, мы 20 моточасов ездим и проблем никаких, у нас мотор по 200 часов работает, проблем никаких с ними нет. Если мотоцикл используется в режиме близком к спорту, то 10 моточасов это самый максимальный промежуток по замене масла. Но к спорту это не спортивная трофия по грязям, это все-таки эндуро-гонки и прочее, там, где мотор работает на износ. Я бы даже порекомендовал кто ездит на соревнования, тяжелые условия, грязь, пыль, песок и так далее, перегрев, после каждой гонки менять масло. Расходы небольшие, но двигатель скажет вам большое спасибо. Всем привет, меня зовут Олег, я из Крыма, город Симферополь. Раньше я ездил на мотоцикле Кайо Т6, за 4 года накатал на нем более 600 моточасов. По мотоциклу было много доработок, как по подвеске, так и по мотору. Подвеску поставили от Хонды ЦРФ 450, перебрали ее под эндуро, чтобы более мягко работало. По мотору сделали портинг-головки, бигборд 300, поставили кастом выхлоп, ну и множество разных доработок допиливалось под себя. За все время езды мотоцикл показал себя очень достойно, поломок было по минимуму. В основном это была слабая обгонная муфта, ну и вечно сгорающее сцепление, которое позже заменили на сцепление от Хонды 450 и проблема решилась. Мотоциклом остался очень доволен, ну и было принято решение продать его. Мотоцикл доставил множество позитивных хороших эмоций и ездит он по сей день с пробегом более тысячи моточасов. Один из частых вопросов, который получает редакция канала Все в эндуро. Парни, ответьте пожалуйста, какой из китайских мотоциклов выбрать для первого, второго или третьего мотоцикла. Давайте сразу по порядку. Выбирайте тот мотоцикл, на котором есть запчасти. То есть убедитесь, что в вашем регионе есть дилер. Обратите внимание, что сейчас есть гипермаркеты, которые работают прекрасно и отправляют довольно быстро запчасти по всей России. Это означает, что лучше бы конечно туда позвонить для того, чтобы уточнить есть ли запчасти на вашу модель. Обратите внимание, что есть производители, которые имеют определенную специфику в силу того, что многие думают, что все китайские мотоциклы одинаковые. По факту это так, но есть некоторые различия. Например, по пластику, по строению рамы, внутренние какие-то конструктивы. Бывают запчасти, которые персонализированы под конкретный бренд. Имейте это ввиду, что на это стоит обратить внимание. Также, парни, обратите внимание, чтобы этот мотоцикл дарил вам удовольствие, а это значит, что берите и старайтесь покупать мотоциклы больших брендов. То есть, это те ребята, которые переживают за свой бренд и имеют какую-то гарантию, но, главное, имеют какую-то ответственность, что немаловажно при покупке этого мотоцикла, потому что все они публичные, все у них есть интернет-каналы и прочее, 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 и, по крайней мере, все они реагируют на отзывы, потому что, если вы сейчас поведетесь и купите мотоцикл у вашего знакомого, а через какое-то время ваш знакомый с вами поругается, то никаких гарантийных обязательств, ну, как, собственно, и с такими большими брендами вы не получите, но на большие бренды вы можете надавить и спросить с них, а с этих вообще ничего не спросишь. Друзья, привет! Меня зовут Виктор, я из города Оренбурга. Я являюсь владельцем мотоцикла Regul Moto ZR 250 2019 года. Откатал на нем три сезона и сама эксплуатация была в максимально жестком формате, который позволяет нам рельеф в нашей равнинной местности. Периодически выезжали в соседнюю Башкирию, а также участвовали в гонках. Мотоцикл за эти три сезона прошел 7000 километров по приборной панели, после чего она была разбита и 350 моточасов по моточасам, которые китайские, к сожалению, вышли из строя. Поэтому объективных данных показателей я вам не смогу продемонстрировать, но те, кто ездит на подобных мотоциклах могут понять, о чем я говорю. За время эксплуатации на мотоцикле критичных поломок подвески, двигателя, рамы не произошло. Для того, чтобы сделать подвеску более жесткой и энергоемкой, в каждое пиро были вставлены дополнительные пружины от ВАЗ-2107 клапанные. И это позволило улучшить немного подвеску. В 22-м году накат составил более 200 часов за один мотосезон. В конце сезона была замена цепь ГРМ, а также корзина сцепления. На 10-ти тысяч километрах, если ориентироваться на приборную панель и моточасы, это в 21-м году, то была заменена обгонная мукта. Но это все, что было сделано двигателем за все время пробега. На всем протяжении эксплуатации масло в мотоцикл заливалось дешевое, не мотоциклетное, а автомобильное 10W40 и менялось каждые 10 моточасов либо 5 тренировок. Никак это не отражалось ни на работе сцепления, ни на работе двигателя и никак двигатель не перегревался. Говорить о том, что на китайском мотоцикле невозможно участвовать на высоком уровне в гонках, занимать призовые места в бронзе, серебре и даже в голд-классе на определенной местности, на определенном ландшафте будет неправильно, потому что все зависит от ваших навыков. Друзья, всем привет, с вами Владимир Браун и специально для канала Всемендура хочу вам поведать о своем опыте эксплуатации китайских мотоциклов в соревнованиях. Как вы все знаете, я был менеджер команды Avaidis Racing Team и мы с Данилой Черняевым и с другими ребятами проехали огромное количество соревнований как российских, так и международных. И хочу вам рассказать, что некоторые мотоциклы, на которых ездил Данила Черняев, они прошли именно под Данилой больше 300 моточасов. По опыту эксплуатации могу сказать, что мотоциклы достаточно надежны и не доставляют особых проблем, если вы будете кататься вообще просто по лесу, кататься, не использовать мотоцикл в соревнованиях и просто получать удовольствие, то вам любого китайского мотоцикла из среднего или высокого ценового сегмента хватит очень надолго. Если вы будете все-таки использовать мотоцикл в соревнованиях, то, естественно, эти мотоциклы потребуют большего внимания и большего вложения денежных средств в обслуживание. Потому что перед каждой гонкой нужно обслуживать мотоциклы, нужно смазывать, разбирать прогрессию, маятник. Порой приходится некоторые китайские элементы подвески менять на более нормального качества. Это то, что касается втулок прогрессии, таких вот не сильно крупных узлов и агрегатов. А то, что касается моторов, по моторам вполне себе все замечательно. Моторы китайского производства, как воздушные, так и водяного охлаждения, практически не доставляют особых проблем. Единственное, что нужно, опять же, по регламенту регулировать зазоры на клапанах, соответственно, регулировать подачу топлива, карбюратор. Если у вас инжектор, то там практически ничего не нужно регулировать и следить просто за датчиками, за работоспособностью инжектора. Если у вас загорелась лампочка чек-энжен на панели приборов, то вам обязательно нужно будет продиагностировать, узнать, в чем ошибка и исправить вот эти вот ошибки, заменив неисправные детали инжектора. В принципе, все мотоциклы брендовые, ну, китайских брендов, все мотоциклы, они достаточно надежны и импортеры зачастую дают такую достаточно большую гарантию, которую не дают на, например, европейские мотоциклы. Но это еще не означает, что они, конечно же, лучше, да? Вот, просто дешевый китайский мотоцикл это такой вот дешевый билет в эндуро. Касаемо гонок, допустим, для гонок, я считаю, что все-таки мотоциклы, которые 300+, откатали, наверное, уже не очень хорошая история, особенно, если мы едем в классах серебра или золота, потому что техника все равно устает, и бывает, периодически возникают мелкие проблемы, ну, то есть, было, допустим, случай, с электрикой вопросы возникают, например, реле напряжения до умерло, бывает, что там лямбда, если это у нас инжекторный мотоцикл, были проблемы тоже там по каким-то причинам, может быть, ее механические за это время уже сильно достаточно поколотили либо еще что-то, ну, менялось. Что касается дешевых моделей, которые ездят 300+, в целом, у них из навесного проблемы возникают с тем, ну, я думаю, что это, наверное, все-таки усталость железа, и бывает, что там, например, суппорта ломаются, ну, про подшипники я уже не говорю, потому что это, как бы, история стандартная, тормоза, как правило, машинки тоже такой срок не дорабатывают, они начинают либо плохо работать, либо начинают, скажем так, внутри после уже сами форшинки ходить, окисляются со временем, вот, ну, как правило, это все приходит к заменам. Карбюраторы тоже этот срок, как правило, не доживают у мотоциклов, то есть к этому времени уже приходится их поменять. В остальном, я считаю, что мощи для гражданской эксплуатации, ну, я подразумеваю под гражданской эксплуатацией по катушке, в прокате они там работают, да, в целом, каких-то сверх трудностей регулярных поломок у них нет, то есть они хорошо ездят, работают, и у них все в порядке. Тут я накатал более 400 моточасов, единственное, из основного, что я поменял тут, это цилиндр с поршнем, и то из-за ошибки мастера, и надо было балансированный вал поменять, и вот мастер меня неправильно собрал, из-за этого, короче, поршень полетел, и там задиры появились на это, в цилиндре, из-за этого, короче, поменял я полностью. Мы искренне считаем, что не бывает плохого китайского мотоцикла. Бывает низкая цена за китайский мотоцикл. Китайские мотики не должны стоить супердешево, и когда мы видим, конечно же, стоимость китайского мотоцикла типа там 120-150 тысяч рублей, ну нехрен с него спрашивать какие-то спортивные достижения. Ну не нужно, если он там сделан из сыра просто и риса, что-то от него просить. Ну катайтесь сами, катайтесь с детьми в резиновых сапожках и не спрашивайте с него ничего такого. Ну а если вы действительно хотите чего-то больше, то покупайте уже более дорогую модель, потому что, ну по крайней мере, это ваша безопасность. Я частенько видел мотоциклы супердешевого сегмента, которые просто разлетались на треке, пополам ломались, и мы часто видим все эти фейки, и начинается вот этот хейт в интернете, типа, а, вот это китайский мотоцик, так ребята, вы мотики-то эти китайские покупаете, ну вообще за копейки, ну то есть, ну не бывает, ну как целый мотик может стоить типа там 100 тысяч рублей, ну так не может быть в нынешнее время точно, поэтому не спрашивайте с мотоциклов, которые вы купили за копейки, качество и надежность КТМа, она того не будет. Всем привет, рубрика Советы от эксперта. Наиболее часто задаваемый вопрос, как же мы подбираем пружины, вес райдера мы считаем в экипировке или без экипировки? Отвечая на этот вопрос, в мануале всегда указано вес райдера в экипировке, стандартная пружина на мотоцикле у нас идут под вес 75-85 килограмм, маркировка к сожалению у нас есть только на заднем амортизаторе на пружине, пружины вилки мы не увидим. Значит, я скажу вам свое личное мнение как я подбираю пружины, значит, если мы подбираем под кросс или под кантри кросс, я всегда считаю вес райдера плюс экипировка и уже определяем какие пружины по жесткости. Под хардендуро я подбираю пружины на ступень мягче, то есть я учитываю вес райдера без экипировки и подбираю пружины именно по этот вес. Не претендую на истину, это мое мнение и мой способ подбора пружин, но я подбираю именно так. Если вам нужна помощь в этом вопросе, обращайтесь, мой телефончик указан под этим видео, звоните или пишите. Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей, Куэра Томск, я гоняю на Авантиз А5 Люкс, вот он у меня за спиной, и прошел 314 моточасов. Куплен мотоцикл был в ноябре 2020 года, в принципе, за 3 сезона это немного, но между этим мотоциклом были еще другие, которые я продал, а этот как-то вот у меня прикипел и не продается. За эти 314 моточасов основные поломки были механические, которые допускал я из-за столкновений, падений и всего остального. Сальники, вилки, подшипники, колес, все родное. Ломался у меня амортизатор, 20 моточасов я на нем прошел, потом он вытек, причем выдавил всю сальниковую сборку, но компания Avantis пошла мне навстречу и прислала амортизатор по гарантии. Кроме того, пришлось переделать фильтр-бокс, потому что фильтр здесь бумажный, и фильтр-бокс состоит из двух частей, скрученных просто между собой саморезами. И в местах скрутки в эту щель сосала пыль, пришлось фильтр-бокс разобрать, смазать герметиком и собрать обратно. Сейчас все нормально. Кроме того, слабое место здесь, крепление бака на раме. В отличие от других мотоциклов, бак здесь крепится тремя винтами, один, как у всех, посередине, и два винта крепят к раме под сиденьем. Вот это крепление под сиденьем, оно было прихвачено буквально на двух прихватках, и естественно его оборвало. Пришлось переварить, и больше этой проблемы не было. Мотор здесь 172-й, максимально надежный, с ним вообще ничего не происходило. Даже сцепление до сих пор стоит родное. Всем привет, меня зовут Александр Колесников, я райдер BSE RAC Team Россия с города Курска. Выступаю на мотоцикле BSE M8 уже четвертый сезон. На этом мотоцикле более 1000 моточасов, приблизительно 1200 моточасов, так как моточасы это уже третьи стоят часы на нем, и приблизительно первые двое я отслеживал, но третьим уже как бы плюс-минус 10 моточасов. За 4 года владения этим мотоциклом было произведен ремонт как обычно обслуживания ежегодно прогрессий ступиц подшипников. В общем, также раз в сезон было поменено сцепление, не корзина, а именно диски сцепления, так как мотоцикл 450 кубиков, довольно-таки тяжелый, и он должен гонять в мотокроссе, но гоняет и хард-эндуро гонки, типа Чечни, Беной, я на нем проезжал две шустрые белки, хард-эндуро гонка 100% эндуро, две я прокатывал, а 23-22 год полностью заканчивал. Китайский, европейский, любой эндуро мотоцикл будет просить вашего внимания. Так устроена эта спортивная техника. Да, китайский, конечно, будет просить намного больше, чем европейский, это нормально, но такого, как с дорожными мотоциклами, типа я ремонтировать не умею, я умею только кататься, так это здесь не работает. Ваш китайский или европейский эндуро мотоцикл это продолжение вас. Вы должны его чувствовать, вы должны его сами ремонтировать, вы должны его сами что-то в нем крутить, менять и понимать, как работает эта техника. Поэтому, парни, не спрашивайте с него, а изучайте мотоцикл, а главное, ребята, старайтесь делать его сами. Старайтесь, учитесь, изучайте, смотрите, потому что это позволит вам развиваться не только как наездник, но и, конечно же, как человек, который заботится о своем коне. Поэтому, когда мне говорят, что китайские мотоциклы ломаются, я отвечаю, что китайские мотоциклы просят больше внимания, а вы его просто не выделили. Спасибо, парни, что досмотрели это кино до конца, мы стараемся, возвращаемся в наш рабочий режим и будем снимать для вас кино почаще. Обнимаем вас, желаем вам удачи в этом гоночном сезоне, встречайте нас на ближайшей гонке 100% эндуро, мы будем там с Павлухой, я поеду в классе бронза, Павлуха поедет в классе серебро, я поеду на Старке, Павлуха поедет на своем новом TBI, в общем, будем стараться и общаться с вами. Обнимаем вас крепко, увидимся на треке.